С вами дети. Организаторы пытаются привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения воздуха. В мероприятии приняли участие воспитанники негосударственного детского дома «Ковчег» и дети, пострадавшие в результате ДТП. Всего около 20 человек. Здесь для ребят организовали мастер-классы, то есть дав им возможность просто повеселиться, поиграть и выполнить какие-то творческие задания, которые объединены темой «Чистый воздух». То есть у нас тема «Зеленого месяца». В прошлом году у нас была тема «Чистая вода», а в этом году у нас тема «Чистый воздух». Можешь как-то описать сегодняшний день? Был интересный, веселый такой. Мурату Кундубаеву 13. Уже полтора года он ходит на костылях и плохо слышит. Его сбила машина во дворе собственного дома. Теперь Мурат каждую ночь видит сны о том, что он снова умеет бегать. Однако отечественная медицина бессильна. Операцию могут сделать за границей. Вот только стоить она будет порядка 50 тысяч евро. Таких денег у семьи нет. У нас очень много прекрасных врачей, конечно. И здравоохранение у нас очень высоко сейчас поднялось в данное время. Но есть такие вот заболевания, которые лечатся только, допустим, только в Израиле, в Германии, в Южной Карине. Согласно официальной статистике, только за пять месяцев этого года в Алматы произошло 347 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Пятеро погибли. Для сравнения, в прошлом году в результате ДТП погибли два ребенка. 50% произошло по вине самих детей, 50% по вине водителей, которые нарушили правила дорожного движения. Сегодня сотрудники правоохранительных органов показывают детям видеоролики, рассказывают о правилах дорожного движения и проводят внеклассные мероприятия, чтобы маленьких пациентов в городских больницах было как можно меньше. Татьяна Ковалева, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы.